Как грамотно анализировать свои цели и вообще зачем вам это нужно? Те люди, которые способны четко обозначать для себя свои цели, четко видеть образ желаемого результата и ставить перед собой определенные задачи, как правило, это является мощным инструментом для достижения будущего успеха. Если же люди способны понимать свои цели, люди способны благоприятным образом взаимодействия с окружающей действительностью, то есть способны видеть возможности, которые предоставляет нам окружающая среда, вычленять из мира, из внешнего мира то, что человеку действительно необходимо и, собственно говоря, что вам поможет грамотно анализировать свои цели. В этом видео я задам вам определенные вопросы и для того, чтобы вам понимать свои цели, вам необходимо будет ответить на эти вопросы. Итак, приступим. Друзья, смотрите, каков в принципе ваш образ желаемого результата? Что вам нужно? Чего конкретно вы хотите достичь? В том числе, когда необходимо это сделать? Где, когда и с кем возможно достижение нужного вам результата? Следующая группа вопросов. Что изменится в вашей жизни, когда вы достигнете планируемого? Что с вами вообще произойдет? И что вы будете делать дальше? Это какая-то конкретная цель, которая вот просто вы сделали ее, достигли и ну как будто бы все? Или же дальше у вас пойдет как-то дальше планирование вашей жизни, вашей деятельности? Каковы средства для достижения вашего нужного результата? Что вам нужно? Какими ресурсами вы сегодня располагаете? И затем в том числе, что вам еще может понадобиться? Как вы поймете, что вы достигли нужного результата? Как это понять? Что вы достигли успеха? Каковы средства измерения конечного результата? Или как вы поймете, что вы наоборот достигаете не успеха? Вот такой вот вопрос. Собственно говоря, следующий вопрос. Как вы, если же у вас будет успех, как вы его отпразднуете? И предпоследний вопрос звучит следующим образом. Когда вы будете достигать эту цель, вы нуждаетесь в какой-то поддержке? Кто, как вам может эту поддержку оказать? И когда вы ответите себе на выше поставленные вопросы, необходимо ответить для себя на последний вопрос. Вот когда вы все вот это проанализировали, вы все еще нуждаетесь в достижении этой цели? Да или нет? Если же ответом будет да, тогда все в порядке. Вы грамотно проставили цели и двигаетесь в нужном русле. Если же ответом обозначится нет, вам необходимо начать процесс целеполагания заново. Вашу цель вам необходимо разбивать на мелкие шажочки, на конкретные измеримые куски и определять вехи достижения каждого кусочка. То есть вам необходимо проставить задачи, которые стоят перед вами, шаги для достижения целей. Заполните некую форму, написать это как-то на бумаге, на ежедневнике, сделать что-то вот в компьютере. Не важно. Важно то, что эта форма должна быть перед глазами у вас. Вы будете время от времени периодически регулярно к этой форме возвращаться. Как анализировать свои цели? Например, если перед человеком стоит следующая цель. Нужно начать ходить на работу с удовольствием, то вначале необходимо выявить, что для вас является удовольствием, которое можно получить на работе. Что вот это такое удовольствие на работе? Что из этого вы способны сделать себе сами уже сегодня? Как вы сами можете себе помочь? Какие у вас будут трудности и сложности? И как к вам к этому относиться? Что из того, что вам может помочь, вам необходимо изменить, припринять в перспективе ближайшего будущего? А что вы можете изменить уже сегодня и уже сейчас? Если же вы не уверены в достижении глобальной долгосрочной цели, то не беда. Ставьте перед собой краткосрочные задачи. Более легкие, более простые для вас, посильные задачи, достижения которых вселит в вас энтузиазм, повысит самооценку, вселит в вас уверенность, позволит вам понять, что удача способна вам улыбаться. И в принципе вы способны достигать каких-то задач. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если оно было полезно, информативно, то обязательно поддерживайте лайками и подписывайтесь на канал.